Я уже рассказал вам о том, что Black Rush, она там, знаете ли, открывает свои вот эти вот сервера, проекты, и уже у них там 14 сервак открылся, и то, что он там называется Crimson, и про следующее, последующее и все прочие вот эти вот проекты, серваки и все прочее, я вам тоже уже, наверное, рассказывал, вы, наверное, все это помните, а даже если вы все это не помните, то желательно вам, конечно, все это вспомнить, потому что иначе вы не будете понимать то, о чем я разговариваю в своих вот этих вот всех видеороликах, а вам же это, ну, нужно понимать, как лично я понимаю все это, поэтому вот, и так далее. Однако, знаете, в чем все дело? Сегодня, ну, вернее, не сегодня, а когда вообще открылся весь этот сервак, Life Mobile, это же, типа, ну, такое новостное сообщество, издание, я понимаю, что в это, ну, очень сложно поверить в связи с последними событиями, да не только с последними событиями в связи вообще с бэкграундом всех вот этих вот новостных изданий, я думаю, что вы сами все это понимаете, однако, ладно, давайте вот зачитаю я вам новость, и потом будем как-то от всего этого плясать, двигаться и вообще зажигать под трек Моргенштерна розовое вино и, возможно, даже не только розовое, а, возможно, даже не только вино, я не знаю, как все это будет. Открытие 14 сервера BlackRush прошло успешно, в общем, успешно все прошло, и, как всегда, сервер забился за считанные секунды. На данный момент среди GTA-сам мультиплееров проект держит второе место по онлайну, уступая Arizona Roleplay на 2000 игроков. Это, да, у Arizona Roleplay тоже недавно открылся 14 сервак, ой, вернее, 16, я хотел сказать, новый сервак открылся, а потом вспомнил, что у BlackRush всего 14 серваков, а вот это вот 16 сервак, а еще есть много всяких прочих вещей, и вообще все замечательно, все хорошо, все круто. И, да, как бы BlackRush, она может, я думаю, открывать все эти новые свои серваки, пока не наступят на какие-то определенные грабли, когда там, допустим, открыли сервак, все вроде как есть, но, знаете ли, бизнесы никто не скупил, знаете ли, там не сделались все прочие вещи, знаете ли, особо сильно не задонатили. И я думаю, что в целом, но я еще могу предположить, почему они не открывают, допустим, еще один сервак сразу же, то есть почему они их не штампуют, потому что, как лично я полагаю, они открывают серваки, да и не только я полагаю, это вообще факт, они открывают вот эти вот свои новые серваки, когда есть какие-то обновления, То есть, для того, чтобы люди зашли охотнее, чтобы люди, так, знаете, хотели посмотреть, что вообще происходит, они перед этим делают какие-то определенные обновления, о которых до этого еще, там, знаете, закупается реклама в всех вот этих вот новостных изданиях, в Live Mobile, может быть, там, я не знаю, даже в Live Samp закупается реклама о том, что вот, Black Rush работает над вот этим вот обновлением, Black Rush делает вот то обновление, на Black Rush будут вот эти вот скины, на Black Rush будут вот эти вот машины, на Black Rush будет вот это вот все. И чуваки такие, о, о, а когда же это все выйдет, а когда же это все выйдет, и чувакам говорят, что первее всех все это выйдет на новом серваке, и вы можете туда зайти, сразу там все это протестировать, но, разумеется, и на других серваках все это появится, и чуваки такие вот, знаете, заходят, такие, о, а можно же задонатить, можно же посмотреть вообще, что там добавили, что там вообще сделали, что там нового, что там старого и так далее, можно же зайти, можно же купить себе какой-то бизнес, можно же сделать все прочие вещи, и, видимо, пока они всех вот этих вот обновлений не наштамповали, не сделали, то открывать новый сервак, ну, наверное, они... немного, так знаете, бояться. Да и зачем нужны эти серваки, если, я думаю, по деньгам всего хватает, если там они скупают уже всех, наверное, GTA-самп-ютуберов, которые даже вот как-то вот самую малость вообще, да хотя бы вот Артур Митин, он, наверное, вообще никак не связан с мобильным GTA-самп, у него просто аудитория большая, но хотя на последних видосах у него там просмотров собирается, знаете, вот в таком, может быть, процентном соотношении, как на моих реакциях, я думаю, что тут вот, знаете, хотя вот на видосе про комп, а и такие видосы они, по сути, должны всегда собирать какие-то просмотры, они, типа, у него видос набрал 40 тысяч просмотров, ну, потому что, наверное, идет долго, то есть видосы, которые идут долго, они, типа, собирают меньше просмотров, хотя вот 100 тысяч просмотров последние, а нет, вот у него было 100 тысяч просмотров на один день из жизни GTA-самп-ютубера, но, разумеется, типа, это все было, потому что, ну, вот оно было, потом он вернулся после такого, знаете, затяжного отдыха, затяжного перерыва, сделал там какой-то видос, потом какой-то пранк, потом сделал вот эти вот все прочие вещи, что-то у него, так знаете, не особо все это набирает, и вот такой даже ходовые вот такие типы видосов, по типу там, прощай тот проект, прощай вот этот вот проект, прощай вот эти вот все проекты, то есть они обычно у него набирали очень много просмотров, и он превращал вот этот вот весь выбор проектов в такую, знаете, олимпиаду, в такую эстафету, мол, чуваки, вот на том проекте есть вот такая система, на этом проекте есть вот такая система, а тут к игрокам относятся лучше, а тут вот, я не знаю, админы там жестче работают, а тут вот админы как-то они вот полегче работают, Он всё это превращал в такую эстафету, за этим всегда было круто наблюдать, а вот сейчас, в общем-то, ну, такое себе. Хотя на видосе по GTA Сампу набирать, как вы понимаете, ну, более, там, 60 тысяч просмотров в 2021 году, когда уже все, так знаете, более-менее сдулись. Но это всё равно замечательно, при том, что Артур Митин это как бы карлик-иллюминат вор, я хотел бы вам всё это напомнить, если вы тут вдруг мало ли забыли, потому что воров нужно знать в лицо. И, разумеется, если вы хотите меня спросить, когда будет новый сервак у Black Rush и у всех прочих вещей, людей и так далее, то, разумеется, ждите новый сервак, как только вот начнутся закупаться какие-то вот определённые рекламные посты, типа там вот на Black Rush есть то, на Black Rush есть это, вот тогда, наверное, и будет новый сервак. А пока, в общем-то, всё тихо, всё спокойно, я снимаю видосы, я рассказываю вам о новых серваках, я рассказываю вам о всём прочем, поэтому подписывайтесь на канал, либо подписывайтесь на канал, я никого не держу, как это обычно и говорится. Ставьте лайки, либо ставьте дизлайки, либо ставьте ещё какие-то вот эти вот все свои прочие вещи. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика и всех прочих видосов, также вам спасибо, смотрите реакции, подписывайтесь на канал Семён, подписывайтесь на мой Телеграм, я играл на проекте Black Rush, там знаете ли, IP-шня, о, вернее, ссылка на скачивание лаунчера, она находится в описании данного видеоролика, заходите туда, там со всем этим оздакамливайтесь. Там же есть мой промокод хэштег ZDS, там же есть мой никнейм Данила КПРФ и все прочие вещи там также есть. Всем спасибо за просмотр, всем пока и, разумеется, до свидания.